И далее Вестница Божья напоминает нам, что чем ближе конец времени, тем нагляднее проявление язычества. Однако для распространения духоязычества или спиритизма должна быть принесена жертва с качествами характера, соответствующий ее предназначению, возведенная в ранг святых, с атрибутами поклонения и, конечно, вместе избранному сатаной в качестве знамения. И этим местом, как ни странно, оказался город Миннеаполис, известный своей конференцией по отвержению святого духа милости Христа. Очень необычное совпадение, объединенное с пандемией коронавируса, не так ли? Я никогда не забуду того, что произошло в Миннеаполисе, всего того, что было мне показано относительно духа, который правил людьми, относительно слов, сказанных ими, и действий, совершенных ими под влиянием сил зла. В Миннеаполисе сатане удалось в значительной мере лишить наш народ особой силы, которую дает Святой Дух. Враг не позволил нам получить силу, чтобы нести истину всему миру. Я знаю, что тогда Дух Божий был оскорблен. И, как вы слышали, святое место пусто не бывает. И, согласно пророчеству, все происходит в Америке. Америка, где людей просвещает величайший свет с неба, может стать местом величайшей опасности и тьмы. Потому что люди перестают жить в согласии с истиной и ходить во свете. Человечество огорчает Святой Дух, и Он отходит от Него. Посему небезозвестный Миннеаполис и послужил детонатором запланированных религиозно-политических событий, происходящих на наших глазах. Вот сейчас перед вами фотография, на ней событие, которое начало все протесты по Америке. Здесь полицейский преклонил, то есть поставил свое колено на шею Джорджа Флойда. И вот таким образом он держал свое колено почти 8 минут, пока Джордж Флойд говорил, я не могу дышать, я не могу дышать. И потом этот человек умер. Обратите внимание на левую руку этого полицейского. Она спрятана в кармане. Так вот, перед нами так называемая фотография сигнал. А вот объяснение, что означает такой сигнал. Читаем. Этот жест имеет отношение к исходу 4 глава 6 стих. Это масонский знак. Здесь написано так. Так, символическое значение этого жеста может объяснить причину, по которой этот знак так широко используется в среде знаменитых масонов. За счет этого жеста, рука спрятанная за какой-то материей, другие масоны понимают, что данный человек принадлежит братству и вдохновлен его философией и верой. Таким образом, убийство Джорджа Флойда не было просто актом расовой ненависти. Но явным образом это был акт человеческого жертвоприношения сатане, демонам, чтобы пробудить протесты и расовое разделение, которое мы сейчас имеем. Есть еще факт, который многие люди не знают. Джордж Флойд был знаком с этим полицейским. Полицейский по вечерам подрабатывал в том же ночном клубе, где работал убитый. Поэтому перед нами не случайный акт расовой дискриминации. Похоже, что Флойда выбрали в качестве человеческого жертвоприношения. В Америке существует почти единоношное мнение, что Флойд был убит и, скорее всего, сознательно. Вот другая статья от 19 июня 2020 года. Название. «Сражение за жизни черных – это спиритическое, то есть духовное движение». Опубликована она на официальном сайте университета Беркли, Джордж Таун. Данный университет – наиглавнейший иезуитский университет в Америке. Статья рассказывает, что протестующие на месте убийства Джона Флойда разложили цветы по кругу, чтобы создать такое некое святилище на этом месте, как бы особое святое место, и люди, живущие вокруг, принимают это как церковь. Люди могут войти в центр этого круга, как в святое. И они заходят, преклоняют колени и плачут перед алтарем на этом святом месте. В статье говорится, что таким образом создаются каналы, по которым люди могут отдать свои печали и травму, которые появились в результате расовой дискриминации. Утверждается, что движение в защиту чернокожих людей – это движение, наполненное духом. Как ни странно, некоторые известные люди также усматривают конспирологию в Миннеапольском бунте и имеют идентичный взгляд на происходящее, так как рассматривают события с духовной точки зрения. Боже, мы просим прощения у наших черных братьев и сестер за годы и годы расизма. А что явилось катализатором всего этого безумия? Это убийство Джорджа Флойда. Человек с шестью ходками, уголовник, бандит. Который был убит полицейским. При том, что только за 2018 год среди убитых полицейским было 229 чернокожих людей. И ничего не возникало. Не было никаких протестов. А тут пандемия. Просто пандемия. И, как мы понимаем, абсолютно управляемая. Дело доходит до абсолютного, совершеннейшего абсурда. Золотой гроб. Мэр города на коленях рыдает перед гробом, в котором лежит бандит. Предложение создать стипендию имени Флойда. Его возят по городам. Мало того, на том месте, где его убили, возникает церковь. Внерукотворно, духовно. Чудеса происходят. Азуя! Это что? Священнослужители предлагают его причислить к лику святых и направить письмо римскому папе? Это что? Происходящие события также вызывают недоумение у некоторых американо-русскоязычных блогеров. Вы знаете, ребята, это все меня очень сильно тревожит. Вот это все происходящее, что преступник-рецидивиста, фактически, который совершил, был признан виновным в девяти отдельных преступлениях, очень серьезных. В момент задержания Джордж Флойд был под наркотическим опьянением. То есть он был невменяем. Грубо говоря, у него столько наркотиков было в крови. Там легче перечислить, какая наркота у него в крови не была. Понимаете? И этого человека сейчас просто возводят в ранг вот этого, который висит на стене. И перед портретом которого нужно там минутой внимания его провожать и на колени вставать. То есть вот такая вот нездоровая абсолютно тенденция. Для меня это просто абсолютная дикость. Я не понимаю абсолютно, что происходит. Это все, мне кажется, как страшный сон. Я просто, ну, не в состоянии это понять. В принципе, благодаря присутствию в разлагающемся обществе Соли Завета, еще сохраняющейся в церкви АСД с ее колоссальным разумением библейских пророчеств, весь мир уже давно мог бы понять суть вечного Евангелия и быть оповещенным о близости конца в более благоприятных обстоятельствах. Основным итогом таких совещаний является то, что представители разных конфессий находят не только точки соприкосновения, но и полное взаимопонимание и единство в затронутых вопросах. Но как мы дали преимущество сатане, находясь в компромиссных отношениях, то есть в дружбе с Вавилоном, то, соответственно, и миру была представлена ложная весть для усыпления и обольщения. Итак, все происходило в строгой последовательности. Пришедший в силе духа ложный Илья, представивший общество Антихриста в лице Папы Франциска, завершил свою посредническую миссию обручением католицизма с обаятельной экуменической невестой. Таким образом, публично похоронив библейский протестантизм, и под этим я понимаю союз официального адвентизма с католицизмом, о чем нас и поставили в свое время в известность. Однако, чтобы понять интересующие нас пророческие процессы в историческом контексте будущего, необходимо рассмотреть идентичные события прошлого, связанные с временем правления Института Папства период мрачного Средневековья, при этом выделив из всех стран Францию, согласно книге Откровения 11 главы. И в этом исследовании дух пророчества поможет нам рассмотреть некоторые факты, способствующие возникновению анархии. Итак, папство положило начало той работе, которую завершил атеизм. Именно политика Рима создала предпосылки гибели Франции. Все пишущие об ужасах революции обычно винят в этих безумствах государство и церковь. Однако, отдавая дань справедливости, следует признать, что вся вина лежит на церкви католической. Война против Библии во Франции, длившаяся на протяжении целых столетий, достигла своего наивысшего предела в событиях революции. Эта ужасная вспышка явилась ничем иным, как неизбежным последствием угнетения и притеснения Римом священного писания. Я не думаю, что ошибусь, предложив прочитать вам эту же фразу в современном контексте. Война против Библии в мире, длившаяся на протяжении последних двухсот лет, достигла своего наивысшего предела в событиях революции в Америке. Эта ужасная вспышка явилась ничем иным, как неизбежным последствием угнетения и притеснения и извращения Римом и падшим протестантизмом священного писания. И далее Вестница Божья пишет, не распространение протестантизма, а искоренение его привело к тому, что спустя три столетия Францию постигли страшные бедствия атеистической революции. Итак, 31 октября, поставив надгробный памятник на могиле протестантизма, мы быстро и уверенно двигались к тому, чтобы прочитать пророческие слова не только в современном контексте, но и прочувствовать силу анархии на собственной шкуре. Согласитесь, что не распространение протестантизма, а искоренение его привело к тому, что спустя два столетия Америку постигли страшные бедствия атеистической революции. Отбросьте ограничения закона Божьего, и вы увидите, что человеческие законы также очень скоро перестанут соблюдаться. Те, кто учит народ легкомысленно относиться к заповедям Божьим, сеют семена мятежа. И рано или поздно буря разразится над их головами. Вот она и разразилась в Америке. В 21 американском штате власти ввели национальную гвардию. После смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе волна митингов прокатилась по 140 американским городам. Быстро изменяющиеся знамения времени говорят о том, что пришествие Христа очень близко. Дух Божий постепенно, но неуклонно отнимается от земли. Человечество огорчает Святой Дух, и Он отходит от Него. Итак, имея некоторое историческое обоснование, мы можем вернуться к книге Откровения. И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. И этому языческому духу или духу спиритизма или анархизма, вышедшему из бездны, открылись колоссальные возможности влияния на людей, пребывающих в невежестве в политической столице мира – Америки. Однако мероприятие вселенского духовного масштаба по ритуалу требовало и жертву соответствующего характера, прежде чем огонь нечистого духа воспламенит и овладеет чувствами общества. Посему не обошлось без солидных затрат на жертву и все к ней причитающиеся в виде Джорджа Флойда, напичканного наркотиками и благодаря порочному образу жизни, превратившему храм своей души в руины. И эти жалкие руины заинтересованные люди облекли в позолоченный гроб, приглашая всех преклониться перед человеком дьявола, кстати, облеченным в нимб святых. По США катится волна уже практически нового движения. Белые граждане страны преклоняют колени перед афроамериканцами, прося прощения за годы расизма. Стоят в такой позе 8 минут 46 секунд. Именно столько времени полицейский душил Джорджа Флойда. «Черные жизни значат» – это главный американский лозунг на сегодня. Под такими знаменами приносят цветы к месту смерти Флойда, идут мирным маршем. Но и грабят, поджигают, мародерствуют тоже. В то время, как во многих штатах напряженность между демонстрантами и полицией только растет, в других штатах полицейские демонстрируют солидарность с протестующими. Они обнимают участников шествий и преклоняют колени, чтобы почтить память Джорджа Флойда. Таким образом, спиритический дух Флойда овладевает как демонстрантами, так и блюстителями закона, которые не могут противостоять запланированным массовым мародерствам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова